Компания Xiaomi не так давно плотно занялась расширением своего ассортимента. Это касается не только околосмартфонных устройств, но и бытовой техники, а также ноутбуков. Ранее мы обозревали младшую версию их ноутбука Mi Notebook Air 12.5. Ссылку на текстовый обзор найдете в описании к видео. А сегодня познакомимся со старшей моделью Mi Notebook Air 13.3. Дизайн такой же, как и в младшей модели. Различить их можно разве что по размерам и наличию дополнительного USB на левой боковине. Во всем остальном ноутбуке братья-близнецы. Корпус металлический, но при этом днище ноутбука немного прогибается. При проверке корпуса на скручивание заметно, что жесткости ему не хватает, хотя это больше придирки, чем реальная проблема. Ноутбук легко проходит тест на открытие одной рукой. При этом шарнир дисплея несколько слабый, что будет с ним после долгого использования сказать трудно. Расположение портов продумано хорошо. На правой боковине USB и USB Type-C, на левой порте HDMI – USB и комбинированный аудиоразъем. Карт-ридеру места не нашлось. На днище, ближе к краям, находятся два стерединамика AKG. Рамка вокруг экрана узкая, на ней находится глазок веб-камеры, индикатор ее включения и два микрофона. Дисплей прикрыт защитным стеклом. Клавиатура удобная, ход клавиш четкий и не глубокий. Она не шумная. Расположение всех клавиш привычное. Подсветка имеет только одну регулировку яркости – либо включить, либо выключить. А хотелось бы иметь возможность выбора. Тачпад большой, он немного углублен, из-за чего легко нащупывается вслепую. Он поддерживает мультитач и жесты. Для браузинга сгодится. В ноутбуке компания Xiaomi использует 13,3-дюймовую IPS-матрицу Sharp, которая имеет разрешение 1920 на 1080 пикселей. Яркость меняется в пределах от 16,8 до 313,7 кд на метр квадратный. Контрастность 1 к 1950. Заводская калибровка экрана выполнена отлично. Можно заметить лишь то, что цветовой охват шире, чем треугольник sRGB, при этом температура указана точно. Если говорить простыми словами, то контрастность такая, что если установить на обои черный фон, то сложно будет увидеть, где заканчивается экран и начинается рамка. Отличная цветопередача, правильный белый цвет, насыщенность оставляют только самое положительное впечатление. Ложкой дегтя будет разве что засвет экрана в правом верхнем углу, но его видно только на абсолютно черном фоне в темноте. Модбук продается в двух комплектациях – с процессором Intel Core i5-6200U, либо Intel Core i7-6500U, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce 940MX, 8 ГБ оперативной памяти и SSD накопителем на 256 ГБ. Версия с процессором Core i7 дополнительно оснащена 4G-модулем, в то время как обычно только модулем Wi-Fi с поддержкой стандарта AC. Bluetooth версии 4.1. В роли операционной системы используется Windows 10 с китайским языковым пакетом. Для полноценной нормальной работы потребуется его переустановить, так как отдельная установка нашего языкового пакета не получится. Если с процессором все ясно, Intel Core i5-6200U часто встречается в ноутбуках, то NVIDIA GeForce 940MX с 1 ГБ памяти на борту – интересное и, главное, не совсем понятное решение. В GTA V 25-30 кадров при низких настройках в родном разрешении, при этом в играх система охлаждения включается на всю мощность. Но этого не хватает, температура процессора приближается к 90 градусам. Наиболее горячим местом на клавиатуре является левый верхний угол, 45 градусов, а на днище – 51. В стресс-тесте AIDA64 уже через 6 минут начались первые признаки троттлинга, а через 10 минут после начала троттлинг начал доходить до 50%, при этом нагрев процессора составил 90 градусов. С другой стороны, если вы не играете в игры, то при браузинге либо наборе текста температура процессора находится в пределах от 45 до 50 градусов, а кулер лишь тихонько посвистывает, напоминая о своем присутствии. К сожалению, 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, работающая на частоте 2133 МГц, это максимум, что можно получить. Увеличить этот объем не получится, память распаяна на плате, а свободного слота не предусмотрено. Встроенный SSD-накопитель производства Samsung емкостью 256 ГБ, он выдает высокую скорость при чтении файлов, а вот запись разочаровала. При этом увеличить память можно с помощью свободного слота M.2. Кроме еще одного накопителя, в этот слот можно установить 4G модем. Если анализировать данные бенчмарков, то в тесте PCMark 8 Home ноутбук набирает 3000 баллов, а в тесте PCMark 8 Work 4096 баллов. Это достойные результаты, но была бы тут более производительная видеокарта, они были бы значительно больше. Качество звуков, встроенность динамиков отличное, и это неудивительно, ведь они произведены компанией AKG. Каждая из них имеет мощность 2 Вт. Присутствует поддержка технологии Dolby Digital Surround. Динамики выдают глубокий мощный звук с низкими частотами, которые не искажаются на максимальной громкости. Встроенный аккумулятор мощностью 37 Вт. Комплектный блок питания на 65 Вт. Присутствует поддержка быстрой зарядки, 70% емкости за 45 минут. С помощью блока питания можно заряжать не только ноутбук, но и другие устройства, которые имеют порт USB Type-C. К сожалению, зарядить ноутбук от Powerbank, либо зарядного устройства от смартфона не получится, поэтому зарядку придется носить собой. Время автономной работы не порадовало. В тесте PCMark 8 Home при яркости равной 50% время работы составило 3 часа 26 минут, а в тесте PCMark 8 Work — 4 часа 35 минут. Xiaomi Mi Notebook R13 3 — удачный универсальный компактный ноутбук на все случаи жизни. Он способен не только быть рабочей лошадкой, основная задача которой шустро работать с офисными приложениями, но и компактным мультимедийным компьютером, на котором можно не только смотреть с комфортным видео, но и играть в нетребовательные игры.